всем добрый придобрый у меня сегодня натуральный лук в общем я сегодня не накрасила потому что хочу сейчас покрасить брови сделать воском лицо все такие дела вот поэтому а сегодня среда будет на наша соседка она всегда с собакой выходит а сегодня без собаки но сейчас уже не любит а вот там под машиной под этой кошка сидела не знаю наверно бежала куда мне всю ночь не давала спать мяукала и мяукала мяукала кстати у нас на выходных обещают до 38 градусов представляете лето пришло лето ах лето коты тут бегают страсти мяукают как март хотя уже май в общем так и дела у нас на на день просора ой покрасила брови знаете клиенты приходят и говорят ты болеешь они привыкли видеть меня там хотя бы ресницы накрашенные да сейчас так выделяется брови крашены но они два раза помоешь смоются вот тут все красное ну понятно ты заболела я говорю нет говорит а чё лицо типа это нету лица я говорю отдыхаю отдыхают макияжа я не могу и смех и грех вот вы знаете что видите что делает макияж вот правда многие вот так вот выглядят когда не накрашены как будто они больные и вот мои бабушки даже или клиентки приходят ой я мне надоело краситься хочу оставить свои седые волосы я ура ставьте говорю потом вам буду говорить каждый второй человек что вы либо болеете и при смерти либо вам уже не знаю сколько лет они так смотрят да да это правда вот что делают волос и макияж вообще да а это все гавкает и гавкает он там сядет как на балкончике смотрят туристы ходят вот и все на него ой покинули эту какой красивый бьютифу и таки хотят ему фотку еще хотя чарли вообще моя собака очень знаменитая в этих краях и туристы ему постоянно делать фотки потому что он вот сюда сядет чарли вот так и все его фоткают видите да у меня жляткая рыбка вот какой он у меня молодец все делает чё скажу то и делает буду убирать сейчас волосы просто один сейчас ушел мужи мужчина ну вот я его подстригла и он говорит и он прям зашел сразу ай ты болеешь ну по испански говорит но так не очень я говорю нету такое лицо все 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 окей все окей у нас все окей да да так ладно пойду раньше походу меня завтра выходной завтра в четверг с часу ночи до 3 будет не будет воды как в принципе в прошлом году так что тут я не очень рада этому выходном даже скажем так совсем не рада ну да ладно на улице жаришь ну хорошо что я увидела то я два последних года знаете приезжала сюда и читала вот это объявление когда уже блин была здесь поэтому завтра сразу не приеду да и все о чем парикмахеру без воды вот скажите что делать парикмахера без воды о машине 35 градусов пипец коньки можно отправить от бросить еду домой надо же выходной завтра не очень хорошо конечно но это каждый год они чистят в воду видите везде на налеплены листовки трубы чистят разные вот эти вот ну где вода проходит очень вода грязная кстати знаете не в том плане что грязная не какой-то как камушки у меня два раза уже забивались краны вот от которых я голову мою от того что там них камни маленькие представляете один рано муж приезжал и мне делал потому что бар у меня маленький напор и не за и не за это как это сказать так не зажигался одной рукой смотрю и туда сюда не зажигался блин да как он называется обогреватель он у меня же газовый а а если маленький напор то естественно он не зажгется и вот так вот травму это там это можно планировать на завтра что-то значит тогда посмотрим я уже дома повесила машинку стирать стиральную белье из машинки стиральной у нас мало того что сегодня тепло теплым так еще и ветер поэтому высохнет все буквально за полчаса мне тут столько еды салат настругалась сейчас заправлю оливковым маслом лимон уже есть потому что там авокадо если авокадо не полить лимоном оно почернеет ну и как бы не не эстетично и оливковое масло и соль добавлю это будут рис доедать который вот с подливкой это типа тайской это моя каша которую я вчера варила это на завтраке и достала селедочку сегодня утром она разморозилась я ее замариновала с лучком с укропчиком чуть-чуть уксуса и будет у меня на завтра вот такая вкусняшка сегодня кусочек урву а как же без этого так достану хлеб и пойду кушать хлеб у меня заканчивается завтра придется ехать в лидл за хлебом и туда кое-что еще привезут так что подписывайтесь чтобы увидеть что же я такое завтра куплю такие вот у нас дела авокадо меня поспели поспели две штуки вот тут уже такие вот они кстати вот этот был самый первый огонь тоже тоже спелый такой цвет говорят если вот такой цвет вот видите то есть это зеленый зеленый а это коричневый что то значит он спел нифига вот этот вот привезли сразу такого цвета и он был дуб дубом и а поспели раньше вот такие но они тоже покорочневели но они поспели раньше ладно покушать пошла я кушать так здорово ходить на улице в майке когда тебе не холодно ветерок дует и не холодно вообще супер погодка вообще шикардос вышли на улицу как всегда гулять там мамаш столько сидит с колясками прямо это мамашки вообще много народу тут гуляет гуляет много народу а я не охота чарли привязывать пускай гуляет время 7 часов представляете не знаю если так погода будет если на выходные передают 38 то то я естественно в такую жару никуда не пойду посмотрим поживем увидим наслаждаемся природой и 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 не для мамашек короче здесь ремонт делается видите небольшой ветер но он совершенно не холодный ну как небольшой шторм на море видите здесь ремонт поэтому все мамаши он туда на травку ушли с детьми то гулять надо где-то ничего здесь делают красиво тоже все будет свеж только знаете чего не хватает я не знаю почему но у нас нет совершенно зон для выгулки собак то есть вот по парку я этому хожу здесь нельзя здесь запрещено ходить для меня и ни одной зоны я не знаю где бы можно было с собаками гулять поэтому могли бы здесь выделить какой-нибудь участочек и для нас у кого есть собаки правда же ведь правда видите здесь все облагораживают будет красота собачка бежит пойду белье с ним он уже сто процентов высохло мне как раз я сегодня стирала постельное белье с другой с маленькой кровати поэтому кто куда-то с улетел ветрище смотрите все как будто река садится витроган сейчас буду снимать все смотрите меня какая постельное белье какое постельное белье с сердечками а знаете на откуда смотрите чибокска чибокскарский хлопчатобумажный комбинат это постельное белье я привезла в первый ну когда сюда приехала жить я даже постельное белье свое привезла сердечками так как я им пользовалась очень мало но почти практически новое ну и качество конечно зашибись так что будем снимать ветер ветер ты могуч ты гоняешь стая туч помните я мясо покупал его решила завтра запечь так как у меня импровизированный выходной завтра думаю запеку ка я его целым куском и пусть лежит типа буженина будет скорее даже карбонат чем буженина а вот знаете с чем я его сделала остричный соус маринад остричный соус соевый соус специи вот такие добавила армянский кстати мне приправа очень понравилась и вот этот вот это типа на китайский манер будет для вока специи но не такие обалденные надо кстати в лидл завтра поеду еще куплю вот так а и чеснок сухой и все а вот замаринуется у меня до завтра будет такое классное шикарное мясо вкусняцкое и с овощами у меня же там помните я тоже брала покупала много спаржи делаю просто либо на сухой сковородке на гриле ну гриле сухая сковородка это практически одно и то же и будет вот такая вкусняшка у меня на завтра даже если мы не сидим ну сто процентов мы его не сидим завтра это мясо но ему ничего не будет так как она будет уже готовая и вот такие дела муж мне сегодня купил муж малу я ее вообще обожаю а вот вместо семечек она у меня вот на ночь но я сейчас ужинать я буду знаете чем ну как ужинать я уже поужинал и выпила кофе вот это вот свое кофейный напиток а ужинать я буду ужинать опять ягоды съем кстати я тут открыла секрет что открывается это вот так а раньше я знаете как мучилась с открыванием этой коробки а теперь просто нажатием вот так вот она открывается очень вкусная черника кстати прям обалденная и очень кстати полезная это не знаю сладко не сладко еще не пробовала на завтра попробую наверное кстати она ничем не пахнет но я вот на пол коробочки этой сида здесь по пол килограмм кстати она сейчас подешевела 285 килограмм стоит уже в лидели кстати дешевле там по моему евро 39 полкило если я не совру и была очень вкусная может ему делал этот ромашку с медом и с лимоном любители этим заниматься вообще испанцы не любят чай черный ну как есть конечно которые любят я не говорю про всех испанцев но вот которых я знаю они субы чай не пьют кофе да чай не пьют вот для них только вот ромашка и все а я обожаю всякие вкусняшки всякие чаи травяные которыми я сейчас пью травяные только вот он любит много много лимона мед и ромашку ромашки спрятали а еще у него сейчас аллергия на глазах и вот он эти пакетики я говорю пакетики нужно класть на глаза вот так чтобы они нет говорит надо вот так вот мыть промывать глазами короче я бы говорю что надо больше эффекта будет если положишь пакетики и лежат ну вот как мы обычно если глаза болят там или что-то положишь черный чай до пакетики лежишь вот так вот с ним нет у меня массе время вот так делала делай что хочешь раз мать делала пускай делает ну а мы будем по-нашему делать так что буду с вами прощаться до завтра чарли там сидит ждет чуть-чуть когда ему дам я туда пройду и он сюда минут за мной ходит весь вечер вкусняшку ждет а вкусняшку то за что он же ничего не сделал какому вкусняшку буду с вами прощаться до завтра всего вам самого наилучшего завтра будем а завтра я уже нашла какое дело буду делать так что смотрите меня завтра будьте в курсе всех моих дел всего вам самого лучшего пока пока до завтра